Сотрудники ресурсного центра развития некоммерческих организаций Забайкалья накануне написали массовое заявление об увольнении. Об этом они сообщили корреспонденту ЗАПРУ. С их слов, мотивацией для увольнения стали безграмотные агрессивные методы управления руководителя центра Натальи Макаровой. Очевидцы сообщают, что она позволяет себе грубить подчиненным, не умеет четко формулировать задачи, при этом, если ее не понимают, она приходит в ярость. Также они сообщили о полном попустительстве сложившейся обстановки со стороны управления внутренней политики губернатора Забайкалья. Напомним, Наталья Макарова совмещает посты директора фонда развития Забайкальского края и ресурсного центра развития некоммерческих организаций. Ранее прокуратура установила допущенные ей нецелевые траты в сумме 400 тысяч рублей. В феврале Макарова закрыла от СМИ отчет о деятельности Центра поддержки НКО. Губернатор Забайкалья Александр Осипов занял 66-ю строчку рейтинга активности глав субъектов России в соцсетях. Об этом сообщается в аналитическом докладе ОПЕК. В предыдущем рейтинге Осипов занимал 56-е место. По итогам нынешнего он набрал средний балл 1,57. Главы соседних Забайкальем регионов Амурской области и Республики Бурятия заняли 13-е и 45-е места соответственно. Максимальную активность в социальных сетях проявили Рамзан Кадыров и Алексей Текслер. При этом индекс активности главы Чечни значительно превосходит показатели его коллег. Компания «Аврора», выполняющая авиаперевозки внутри ДФО, включена Еврокомиссией в черный список по воздушной безопасности. Как указано в соответствующем документе, это решение принято из-за того, что самолеты компании не соответствуют международным стандартам безопасности. Всего в список попала 21. Российская компания наряду с крупнейшими федеральными перевозчиками небезопасны, признана «Аврора». Также в перечень вошла Якутия. Напомним, ранее полномоченный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что авиакомпанию «Аврора» обеспечат самолетами российского производства. Исполняющий обязанности министра строительства и дорожного хозяйства Забайкальского края Сергей Кривощоков инициировал служебную проверку главы госэкспертизы региона Натальи Журавлевой после жалобы шести ее сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя. 12 апреля агентство «Запнюс» сообщало, что сотрудники госэкспертизы написали письмо губернатору Края Осипову, в котором потребовали отстранить от работы руководителя учреждения Журавлеву, ее заместителя Антона Богдана из-за матерной брани в адрес сотрудников, устных угроз, увольнениям и другого морального давления. Также сообщается о понуждении к возможному нарушению закона после суда над предыдущим главой госэкспертизы Дмитрием Ватагиным. Наталья Журавлева требует выдать личные дела сотрудников, доступ к которым ограничен.